Так стало плохо 14-летнему старшему сыну Гельсиной Гараевой. Мальчика вместе с другими отравившимися госпитализировали, а женщина повела к врачам на обследование двоих младших детей. У них оказалось все в порядке. Республиканская клиническо-инфекционная больница. Именно здесь сейчас находятся 32 отравившихся в Варском районе. Для госпитализации медучреждений были развернуты дополнительные койки. В саму больницу сегодня нас не пустили. Еще 9 детей находятся в Новокеннерской больнице Арского района. Состояние 22 детей оценивается как ближе к удовлетворительному. Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Был установлен возбудитель инфекции. Это норовирусная инфекция. Я думаю, что мы в течение недели справимся. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело сразу по двум статьям. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как выяснили следователи, в пятницу и субботу, накануне отравления, в меню школьной столовой были куриный фарш и омлет. На предприятиях поставщиков продукции прошли обыски. В ходе осмотра прилегающей к школе территории были обнаружены следы попытки уничтожения просроченных продуктов. Также сегодня в Арский межрайонный следственный отдел явился директор школы и сообщил, что в организации питания детей были допущены определенные нарушения. При этом он выразил желание сотрудничать со следствием. Вот та самая школа, где все произошло. Сегодня она на карантине. Руководство рану района заявляет, продукты там не уничтожали. В пятницу местный повар провела уборку. В пятницу после работы она провела генеральную уборку на территории, это все-таки конец недели, и сожгла железные бочки 150 литров, мусор, это бумажные тары. Продукты в школу поставляет несколько компаний. В одной из них считают, что причина отравления не в пище. Мы Атнинский район, Аршский район, Зеленодольский район, Казань. Много куда поставляем, нигде ничего подобного не вышло. Только в Казанбаши. В министерстве образования заявили, ранее жалоб на качество питания в школах Арска не поступало. В этом году, к счастью, жалоб по питанию некачественному, буквально было, я смотрела за последний месяц, это было две жалобы. Ни в коем случае они не касались Арского района. Накануне на экстренное заседание собралась республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Как здесь заявили в большинстве случаев, в нарушениях виноваты сотрудники пищеблоков. 80% нарушений – это, извиняюсь, отсутствие контроля, безалаберность и так далее, и так далее. Что такое нарушение там потоков? Ну, то есть, извиняюсь, положено отдельно ходить из пищеблока в туалет, они пересекают потоки, и таким образом возникает возможность занесения инфекции. После своей проверки Роспотребнадзор установил, что источниками заражения стали именно инфицированные сотрудники пищеблока школы. Нарушения касались как соблюдения санитарно-дезинфекционного режима, нарушения поточности, нарушения соблюдения правил личной гигиены персонала. Для разделки готовых и сырых продуктов использовался один и тот же инвентарь. Одна из поваров заболела, подменяла ее кухонная работница, которая не должна была у двух сотрудников. Это вот повар, о котором я сказала, и кухонный работник, также имеет норовирус. По факту отравлений проверку начала и прокуратура. В случае выявления нарушения законодательства будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Главам всех районов поручено самостоятельно проверить работу пищеблока в школах. Казанбашская же школа будет закрыта на четыре дня за счет весенних школьных каникул, а местных жителей будут проверять на наличие вирусной инфекции. Дмитрий Аринин, Марат Зайдулин, Слават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, Динара Камалова, Игорь Романов, ТНВ, Казань, Арский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова